По данным на 13 мая этого года средняя цена на 92-й бензин составила 39,5 рублей. На 95-й 41,70 рубля, на дизельное топливо 42,20 за литр. Такое повышение цен серьезно ударило по кошелькам автолюбителей. Бензин очень дорогой. И вот то я заправлялся, как сказать, 25 литров, а сейчас заправляю 23. Есть разница? Все очень дорого. Надо было чуть поменьше делать. В последнее время очень подорожало. За несколько дней буквально 3-4 рубля. Я уже настолько привык к этой ситуации, что постоянно повышают цену на бензин. Это уже вошло в привычку. И достаточно бытовая, и, можно сказать, нормальная ситуация. И на фоне этого я, честно говоря, уже перестал следить за изменением этого табла. Скоро полтенник будут. Обещали, значит, будут. Ну, цены на бензин, что? Ничего не хочу сказать. Растут. Представители антимонопольной службы решили разобраться с проблемой и собрали рабочие совещания, в котором приняли участие, и те, кто непосредственно реализует бензин. Руководители заправок уверяют, они готовы снизить цены. Но есть одна очень существенная проблема. Те, кто торгуют нефтепродуктами в розницу, не могут сами регулировать ценовую политику. Ведь оптовики повышают цены. У нас сейчас главный аналитик цен – это, конечно, питерская биржа. Когда биржа сорвалась, буквально ее невозможно было сдержать, и цены росли по 2-3 рубля за день, оптовые цены. Но, конечно, розничные цены мы здесь на местах сдержать не сможем. Даже если сравнить буквально за полтора месяца, оптовые цены выросли на 12 рублей. Еще один парадокс заключается в том, что цены на нефть на мировом рынке растут. Одним из основных поставщиков нефти является Россия. По логике, цены на нефтепродукты в стране с богатейшими полезными ископаемыми должны снижаться. Но, вопреки всем ожиданиям, они растут. С точки зрения государства, здесь есть некий дисбаланс. Дисбаланс, который призван, это призвано Федеральной Тенаповой службе в лице ФАС России и у территориальных органов навести, скажем, здесь выставить некий баланс. На сегодняшний момент мы осуществляем контроль, как территориальные органы, как и все другие территориальные органы в регионах. Осуществляют контроль, усиленный контроль по поручению ФАС России. По фактам выявления необоснованного повышения цен, необоснованного цен, то есть признака, ну, будет направлена информация в ФАС России. В ФАС России, соответственно, как Федерального господинного мастера примет соответствующие решения, либо какие-то действия, посвященные какие-либо действия для того, чтобы данную ситуацию стабилизировать. Еще одна существенная причина, из-за которой цены на бензин в стране постоянно ползут вверх, это акцизы, которые повышаются два раза в год. Очередной скачок ожидается в июне, значит, в июле бензин опять подорожает. С чем это связано? Это повышение акцизов два раза, да? Это у нас фиксальная политика государства, это проведение внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих компаний. То есть они ежегодно, как нам нужно, ежегодно проводят свою очистку оборудования, модернизацию оборудования в том числе. Поэтому это каким-то образом влияет на рынок нефтепродуктов. Ну и, конечно же, повышение мировых цен на нефть на биржах. Поэтому отсюда, конечно, это является основными факторами, которые влияют на цену на бензин. Специалисты уверяют, на данном этапе единственное, что можно сделать, это изучать и анализировать. Абсурдность ситуации заключается еще и в том, что производителям нефтепродуктов выгоднее реализовывать их на заграничном рынке. Экспортный паритет сейчас составляет порядка 60 рублей за тонну, в то время как у нас в стране 52 рубля за тонну. Конечно, в антимонопольной службе уверяют, что ситуация будет контролироваться и надеются, что рынок нефтепродуктов в нашем регионе стабилизируется, а цены на бензин станут приемлемыми для потребителей. Мы будем следить за развитием событий и держать вас в курсе. Мария Рудаев, Олег Парамзин, телекомпания «Город».